Археология и палеонтология ждет нас сегодня в рубрике Минтайна. И антропология еще. Даже так. Я спугалась, думала, что-то лишнее сказано. Павел Хаснулин, научный популяризатор, основатель проекта Science. Здравствуйте! Ну что, Денис и чьи люди обожали мясо? Не были вегетарианцами наши предки. Но меня удивило... Они не наши прямые предки, но денисовские предки. Меня удивило вообще, что кто-то считал, что они были вегетарианцами. Мне казалось... У меня было такое представление о древних людях, что они все ели мясо, у них не было другого выхода, нет? Ну, это действительно так. Но есть целые концепции в современном обществе, которые утверждают, что, мол, обезьяны... Наши родственники обезьяны, приматы, вегетарианцы, например, гориллы. Проще о гориллах поговорим. Вот. И что, мол, люди тоже добрые и ели только травку. Вот. Нет, люди всегда питались в основном животной пищей. И за счет этого они людьми, собственно, и стали. Ученые из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Новосибирского государственного университета совместно с австралийскими коллегами изучили каменные орудия из Денисовской пещеры. И с помощью метода романовской спектроскопии, вы сейчас нам расскажете, что это такое, им удалось установить, что в основном денисовские люди использовали орудия для разделки животных и обработки шкур. Следы растительности на них встречаются намного реже, что указывает на уклон диеты денисовцев в сторону животной пищи. Для начала стоит напомнить, что Денисова пещера находится в Алтайском крае, здесь у нас недалеко. Соответственно, это уникальный комплекс археологический, состоящий из, по-моему, девяти пещер и еще вокруг них порядка одиннадцати открытых местонахождений, стоянок различных видов человека, в том числе неандертальцев и денисовцев. И там очень мало встречается, самое главное, людей современного типа, то есть так называемых кроманьонцев, в общем, наших непосредственных предков. Наши предки там гораздо позже уже появились, а вот в тот период времени, в районе 50 тысяч лет назад, от 50 до 30 тысяч лет назад, там проживали неандертальцы и денисовцы часто совместно, то есть одновременно, в одно и то же время. И вот как раз сейчас проходит симпозиум, там на стационаре Денисова пещера, там проходит международный симпозиум, посвященный как раз развитию рода Хома и изучению вот всех его ответвлений. А с помощью вот этого романовской спектроскопии можно установить и какое именно мясо? Нет, потому что там, на самом деле, ну это обычный метод определения просто типов волокон, типов... В общем, какие продукты органические, из чего преимущественно они составлялись. Короче, то, чего они обрабатывали, что это было. И определили, да, то, что это в основном были, соответственно, животные, преимущественно в пище, соответственно, предполагается, что присутствовала животная пища, растительные они в основном не питались. Вот. Тут еще, что важно сказать, что мы до сих пор не знаем, как выглядели денисовские люди. То есть мы знаем их генотип, потому что мы нашли только там фаланги пальцев, небольшие косточки, но мы не знаем ни скелета, ни целого у нас до сих пор нет. Что бы помогло нам? Интересно. Нужно найти скелет. Нужно найти, да. Нужно найти более-менее целого. И думаете, он сохранился. Ну, где-нибудь. У нас есть календарь, там вот как раз есть сообщение, да, по поводу денисовских людей, и там есть рисунок. Это, видимо, просто так. Просто фантазия. Фантазия, конечно. А вот еще в китайской императорской гробнице найдены останки гиббона неизвестного вида. Может быть, это как-то поможет понять, как выглядели люди? Как выглядели люди, понять не поможет. Зато это очень интересная находка, потому что императорской гробнице там порядка 2300 лет назад в провинции Шэнси. Это побольше, чем денисовские пещеры? Ну, естественно. Но это и поближе к нам намного. Это уже буквально вот наше время, считаете. Ну, то есть, тут основной смысл этого открытия заключается в том, что совсем недавно еще, ну, то есть, 2000 лет назад, проживали те виды обезьян среди людей, которые сейчас уже вымершими являются. И самое главное, что в современности... Мне кажется, вымереть за 2000 лет это не так уж трудно. Ну, да, при нашем-то воздействии на окружающую среду нетрудно. Но смысл в том, что на данный момент гиббоны живут намного южнее. То есть, они в том же сам Китае, они уже там начинаются с провинции Сычуань. Это существенно южнее, чем провинции Шэнси. Она относится к северным относительно регионам. Вот. И то, что при дворе императорском жили какие-то там чудные животные, в том числе вот такие человекообразные обезьяны. И там еще... Потому что они их использовали как рабов. Ну, скорее для развлечения. Было очень много еще найдено других животных в этих же гробницах, что тоже интересно. Я вот смотрю на фотографию черепа этой обезьяны. У нее первые четыре передних зуба такие же похожи, как у человека. А клыки очень длинные. Такие, как, если честно, формой напоминают этих каких-то моржей. У кого такие же клыки? Ну, это у всех гиббонов... У всех гиббонов это близубых тигр. Да, да, да. У всех гиббонов такие клыки, но просто этот череп-то он именно уникален своим строением, потому что он не похож на родственников. То есть это как раз по черепу и восстановили, что это был отдельный вид. Вот я неуч. Хорошо, давайте вернемся после рекламы и обсудим еще горилл побольше. Больше горилл! Павел Хасумин по-прежнему с нами, наш научный популяризатор. В общем-то тут за эфиром все интересное происходит. Хорошо, что это за эфиром. Давайте расскажем что-то интересное в эфире. Немножко о грустном, хотя я не знаю, стоит ли грустить. Я думаю, что ничто в жизни не зря. Ладно, поехали. Умерла горилла Коко. Она знала язык жестов около двух тысяч английских слов. Уникальная горилла. Она, между прочим, родилась в 1971 году. Она старше Александра Витальевича нашего. 4 июля. Кстати, недавно у нее был бы день рождения. Но по этому поводу мы, собственно, и вспомнили ее. В возрасте одного года Коко начала работать студентка-зоопсихолог, которая стала учить ее языку жестов. Потом ее научили еще и английским словам. Более двух тысяч она знала или около двух тысяч. Вот это горилла, которая выступала на сцене, нету? Ее привлекали тоже к телепередачам. Горилла-стендапер? Нет, но она... Две тысячи слов хватит, мне кажется, для маленькой зарисовочки юмористической. Ну и сейчас я объясню, наверное. Которая еще апельсин там что-то как-то прятала, нет? Нет, это был орангутан. А, это был орангутан. Их тоже учат. В чем ее феномен, в общем? Феномен, во-первых, в том, что это действительно уникальная горилла, которая могла понимать до двух тысяч слов. Понимать, это важно, что она не говорила. Ну да. Гориллы не говорят. Так же, как и другие приматы, кроме человека. А как поняли, что она их понимает и усваивает? Типа говорили, принеси бананы, а она несла бананы? Ну, это элементарно. То есть, такие операции могут и не уникальные приматы выполнять. А она что делает? А она именно общалась. Она общалась с людьми на языке жестов, на достаточно глубоком уровне. То есть, она могла... Философствовать. Она могла философствовать. Она рассказывала о том... Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага. Она рассуждала о своем происхождении, например. Она относилась... Она идентифицировала себя с людьми. То есть, она не идентифицировала себя с обезьянами. Она рассказывала о том, что... Ну, то есть, есть ее... Те родственники, которые обезьяны. Она их называла, соответственно, обезьянами. Да. Она обозначала как обезьянами. Себя она идентифицировала с людьми. То есть, она... Ну, то с малой нет ее наверняка, да, совсем? Когда ей было один год. Ее учили, да. Один год ей было. С одного года ее начали учить. И это показывает как раз то, что, собственно, человек... Воспринимает обучение с одного года. Нет? Нет. Это показывает то, что человек никак качественно не отличается от родственников, от наших ближайших, от других приматов. То есть, отличается только количественно, в основном. То есть, мы... У нас способности просто к запоминанию, к воспроизведению, плюс развитие нашего мозга, увеличение его в объеме, способствовало тому, что мы можем детализировать информацию гораздо больше. То есть, в количественном плане. А функции когнитивные, они могут быть и у наших вот ближайших родственников. Так что, не надо... Это к тому, что не нужно отделять... Не нужно их есть. Не нужно отделять человека от других приматов и говорить, что человек это что-то там кардинальное, особенное. То есть, мы такая же обезьяна, как и другие. Я был уверен, что горилла не обучаема. Потому что ведь давно известно, что у нас горные гориллы. Даже нельзя в глаза смотреть ни в коем случае, потому что они тебя разорвут. Ну, естественно, воспринимается как агрессия. В дикой среде свои правила, будем так говорить. Если бы человек воспитался в горильям стадии, он бы был точно таким же. Тоже тебя разорвал бы. Ну, а она была маленькая просто, да, и привыкла к людям. Не, ну, она, во-первых, родилась в Сан-Франциско в зоопарке, и, собственно... Изначально уже. В общем, да, Коко умерла в возрасте 46 лет. Да. 46 лет, пожалуйста. А в среднем... А в среднем гориллы живут 30-40 лет в дикой природе. Ну, соответственно, в искусственных условиях чуть подольше. Да, ну, кстати, это не только с гориллами, это со всеми животными, давно уже доказано. То, что мы должны из этого вынести, насколько я поняла, что, да, Коко умела говорить языком жестов, и поэтому люди поняли, что у нее есть свои мысли какие-то, да, свои происхождения и другие мысли. Но она умела общаться. А другие гориллы и прочие приматы, у них тоже есть мысли, просто они нам их не доносят, да? Ну, он так говорит, нужно коммуницировать для того, чтобы понять, что мы можем общаться. Вот так. А не просто отделять, говорить, что человек – это что-то уникальное, и что только человек может общаться. Общаются все. Супер. Мне захотелось поговорить с гориллой почему-то. Да. Остается пара минут буквально до конца эфира. Давайте обсудим еще… И я тогда тебя есть, воздействую. Господи. Конечно, с шутками, но я тебя обожаю. Сегодня всемирный день шоколада. Да? Сегодня? Мы думали, что завтра. Завтра, завтра. Сегодня всемирный день поцелуя. Да. Завтра всемирный день шоколада. По этому поводу существует огромное количество заблуждений по поводу шоколада. Это одни там утверждающие… Что это гормон счастья, радости. Да. Что он там очень полезен. Другие говорят, что он категорически вреден. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что шоколад – это продукт питания. Полезен он или вреден – это не о продуктах питания. Все продукты питания нужны для того, чтобы их есть. Шоколад тоже. Нужно понимать, что шоколады бывают разные. Шоколады бывают с добавлением, соответственно, рафинированных углеводов. Шоколады бывают… Нужно читать состав. В оригинальном виде. Нужно читать состав. Что должно быть в составе? В составе должен быть шоколад. То есть шоколад – это продукт, в первую очередь, из бобов какао, который производится. И, соответственно, там должно быть высокое содержание белка, полезных жиров и небольшое количество углеводов. А молочный шоколад вы не рекомендуете? Молочный шоколад… Ну, я не то, что не рекомендую. Смысл в том, что все продукты с добавленным каким-то… с добавленным сахаром, мы про это уже говорили, они так или иначе сильно увеличивают калорийность, в первую очередь. А калорийность, потребление избыточной калорийности приводит к набору избыточной массы тел. А вот избыточная масса… А это из прошлой программы, мы помним, приводит, например, у беременных к возможности… В общем, это приводит… В плохих болезней… В частности, к развитию сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у всех. И что-то про синдромы… Ну, это неважно, нет, мы говорили про… Аутизм, да. Расстройство аутистического спектра. Точно. Ну, смысл в том, что нужно есть умеренно, а продукты питания нужны для того, чтобы их потреблять, а не для того, чтобы ими лечиться или наоборот их избегать. Ну, действительно ли какой-то всплеск гормонов наблюдается? Удовольствие… Удовольствие мы получаем при употреблении любой пищи… Любого сахара. …которая нам нравится. Не только сахара. Я имею в виду, что мы употребляем пищу… Любая… Любая любимая еда. Да. Мы едим белковую еду, мы также точно получаем… Почему тогда у шоколада больше поклонников, чем, например, у белков? Реклама. Потому что, да, во-первых, это рекламируется, продвигается, во-вторых, в шоколад, действительно, в шоколад добавляется сахар, который, соответственно, это простая энергия, которую легко употреблять, и она быстро доставляет эту радость от потребления. И удовольствие. Вы как шоколадка, Павел. Каждую пятницу нам столько удовольствия приносите. Спасибо большое. Всегда пожалуйста. Да, Павел Хаснулин. До встречи через неделю. Спасибо.